Праздник Поэтому эти слова не формальность, они всегда истина И каждый раз на самом деле мы можем приветствовать друг друга Как и Серафим Саровский приветствовал всех словами Христос воскресе И в этих словах сразу призыв, напоминание Раз Он воскрес, Он жив Раз Он воскрес, Он обращается к каждому Раз Он воскрес, мы не должны обратить это напоминание и эту истину Просто в приветствие вместо здравствуй Поэтому сегодняшний мой призыв именно к тому, чтобы мы снова задумались А как убедиться в том, что Он воскрес Мы говорили во время, в начале пасхальных дней Что говорим, Христос воскрес, смерть побеждена, а она действует Каждый день мы отпеваем, каждый день люди умирают Как убедиться? Начать попытаться жить Его словами Проверить лучше всего Когда нам кто-то говорит про дорогу Идти направо-налево И там найдешь то, что тебе нужно Поликлинику или банк Кому что Магазин или больницу Проверь, пойди проверь и убедишься Христос говорит Не осуждай И не будешь судим Проверь Господь говорит Прощай Столько раз, сколько тебя просят И ты увидишь свое сердце в мире И ты убедишься, что это не твоя воспитанность Не благоразумие А живой Христос действует в тебе Господь сказал о том, что тот, кто стремится к чистоте сердца То почувствует, увидит Бога Мы не знаем, что значит увидеть Бога Но если мы устремимся к очищению сердца Очень трудная задача Оно занято таким набором мусора От которого нам каждый раз грустно и уныло Но попробуй Освободи хотя бы от одного элемента Раздражительности От того, что человек поступил не по-твоему Попробуй отказаться От вспыльчивости Как знак того Твоей непримиримости к другому человеку И не потому, что так полагается воспитанному человеку А потому, что ты хочешь проверить Например, воскресли Христос И если тебе удастся это сделать Сохранив мир И раз, и два И ты не почувствуешь Ни раздражения на себя, ни на Бога А почувствуешь Мир, посетивший тебя Ты поймешь, что это от воскресшего Христа Это вот некое Небольшое Вступление На самом деле размышление Которое Я каждый раз сам Которому прихожу Чтобы Лишний раз Понять А как Убедиться в том, что он воскрес Вот в частности Таким образом Хоть в малом Поступить по его воле Мы поступаем По воле воспитателя По воле родителей По воле педагогов Психиатров Психологов Но Это Поводы такого послушания Они Будут сильно Отличаться От того Послушания Любви Которая Содержит Призыв Христа И тогда мы убедимся Что что-то в нас действует Живое Кто-то в нас действует Живой А не Историческая Некая личность Которая Давно не существует Это по поводу Того Как можно убедиться Воскрес Ли Христос И много других Есть способов Но только Лишь Без упреков Господь воскрес А зло По-прежнему Забирает Людей Смерть По-прежнему Косит Так Что я сегодня Хотел сказать Еще более Как бы Концентрированно В нашем Разговоре О том Что такое Жизнь Мы под жизнью Понимаем Процесс Как бы Занимаемый Занимающий Время От рождения До смерти Под жизнью Мы понимаем Потребности Нашего тела Души Эмоций Устремлений Под жизнью Мы понимаем Стремление К совершению Где у него Карьера У кого что Кто карьеру Кто просто Хочет разбогатеть За счет Другого Разными Средствами Кто понимает Смысл жизни Захватить Как можно Больше Власти Чтобы манипулировать Другими Кто К наживе И это все Мы называем Жизнью Кто просто Живет Доброй Спокойной Мирной Жизнью Семья Жена Муж Дети Благоустраивают Дом Ремонтируют И всю жизнь Так вот Проводим За потребностями Естественными Потребностями Которые Предъявляет Нам Наша Физическая Материальная Жизнь Они необходимы Не только Необходимы Мы обязаны Поддерживать Осуществлять Лучше сказать Осуществлять Видимую Жизнь То есть Жизнь Нашего Тела Потому что Господь Его создал Но для чего Он создал Он создал Его не для того Чтобы Тело Вся жизнь Состояла в том Чтобы мы Это тело Поддерживали От рождения До смерти Чтобы оно Как-то Худо-бедно Ковыляло По этой жизни Преодолевая болезни Чувство голода И чувство Плоти Неужели же Для этого Создан Человек Обидно Мне кажется А куда Как обойтись С теми Проявлениями Которые И радуют Нас Больше всего Которые Мы стремимся Куда Куда Их Определить Как Может Человек Прожить Без Любви А куда Мы определим В какую Часть Нашей мебели Или Нашего Существования Нашего тела Куда Мы определим Совесть От свободы Уж мы все Давно Отказались Считая Что это Пережитки Капиталистического Строя Или что Это Безобразный Кельцин Пробудил Всех Это ненужное Чувство Свободы Вот Хорошо Жить По Распорядку Распоряжению По приказу По указу И так далее Мы давно От этого Отказались От Иногда Человек Размышляет О благородстве Неудобное Чувство О порядочности Тоже Неудобное Часто Человек Кот Который Стремится Быть Порядочным Благородным Честным Мирным С Щедром Невыгодно Невыгодно Это Быть Таким В жизни И значит Мы Отказываемся От того Что больше всего Ценим Мы же Ценим На самом деле В человеке Больше всего Именно То От чего Скорее всего Отказываемся В себе Как От Неудобства Потому Что Это Усложняет Жизнь Достижение Материальных Ценностей Эмоциональных Ценностей Но Просто Это Усложняет Вопрос Насыщения Своего Тела Хорошими Продуктами Легче Суетиться И Пройти По жизни Таким Хитрым Образом Обгоняя Всех Опережая Всех Наступая Что называется Идя по трупам По костям Но Тогда Мы чувствуем Когда мы Видим это В человеке Мы его Судим Мы его Отвергаем Мы Его Презираем Не Замечая Как Сами Поступаем Так же А Судим Людей По Планке Высшей Духовной Вот Некое Противоречие Значит Я хотел Сказать О том Что Если мы Так Понимаем Жизнь Как Служение Себе Служение Своему Телу Своей Чувственности Почему Люди Стремятся Как Можно Больше Ну В юности По крайней Мере Удовлетворить Похоть Свою Чисто Телесную Наиволе Успешные И Люди И Легкомысленные Они Хвалятся У кого Сколько Побед Над Другим Полом У кого Сколько Бо Любовников Любовниц И Это Считается Достоинством Ставя Значит По главу Угла Потребность Чисто Сексуальная Получается Отличие Нас От Животного Мира В том Что Мы Можем Ставить Здесь Неограниченную Планку Люди До 90 Лет До 80 Лет Только Мечтают Об этом И считают Что Есть Смысл Жизни В еде То же Самое О чем Я говорил Еда Власть Тело Плоть Но Никто же Не хочет Очевидно Для своих детей Чтобы они Жили только так И в то же время Они повторяют Чаще всего Эту жизнь Счастья Ни у кого Нет И оно Не может быть От удовлетворения Тела Счастье Понятие Духовное Счастье Понятие Связанное Как раз С теми Свойствами Которым Человек Отказывается С Свободой С любовью Не телесной А глубокой Самоотдачей Не потреблением А отдачей Счастье Связано Со служением Другим А не себе Счастье Связано С чувством Красоты Счастье Связано С Щедростью Великодушием Вот С теми Проявлениями Которые В общем-то Забыты И поэтому Мир Давно Уже Катится В пропасть И его Не остановить До тех пор Пока Человек Не вернется К той жизни Как понимает Христос Как же он Ее понимает Он говорит Кто хочет Душу Свою Сберечь То есть Жизнь Тот Потеряет Ее То есть Тот Кто Цепляется За потребности Тела Временного Существования За потребностью Чисто Физическими Телесными Эмоциональными Эгоистичными Тот Теряет Настоящую Жизнь И Действительно Тот Не Получит Счастья Ни радости Ни любви Он будет Только Приобретать Чувство Наслаждения Или услаждения От того Что Что Скушал Или С кем Состоялась Физическая Связь Это Потеря Жизни С точки зрения Христа А кто Потеряет Душу Свою Ради Меня И Евангелие Тот Сбережет Ее То есть Тот Кто Будет Тратить Употреблять Свою Жизнь Выстраивать Ее Во благо Духу Христову Повторяю Мы говорили с вами В беседе О Самарянке Кто Будет Поклоняться Богу В Духе Истине Кто Будет Своё Время Не Жалеть На Труд Качественный Тот Кто Будет Не Жалеть Время Здоровья Ради Других Людей Тот Кто Не Будет Искать Себе Выгоды Кто Будет Уметь Прощать Кто Будет Сумеет Забыть О себе Ради Других Это Есть Потерять Жизнь Ради Христа Потому Что Он Сказал Кто Послужит Одному Из малых Сих То Есть Тех Кому Нужна Помощь Тот Послужит Мне И В притче О страшном Суде Кто Напоил Накормил Одел Посетил Больного В темнице Тот Послужил Ему Вот Для чего Нам Дана Жизнь И Вот Только В чем Человек Находит Свое Счастье И Тогда Действительно Он Обретает Жизнь Настоящую Какая В нем Рождается И растет Любовь Милосердие И великодушие Щедрость И порядочность Благородство И чувство Верности И Все это Для него Дороже Любых денег Любой Власти Любых Услаждений В ресторане В кафе Или за своим Столом Дома Вот Если Потребности Тела Не становятся Для нас Идовым Если Мы Потребности Тела Только Принимаем Как Необходимое Чтобы Наша Жизнь Поддерживалась Здоровой Конечно Сильной Но Без Самоугождения И разврата Распущенности А все Все силы И физические И душевные И духовные Мы Употребляем На то Чтобы Выполнить Волю Божию Повторяю Волю В том Чтобы быть Светом Истиной Правдой Любовью Как это Не звучит Может быть Сказочно Может быть Это звучит Слишком Романтично Но Только Так Находит Человек Настоящий Ну Что Поделаешь И Поэтому Господь Отказался Ушел От Искушений Власти Славы И Плоти То К чему Стрелится Весь Мир Вот Оно Противоречие Противоречие В понимании Жизни Как Мы Понимаем И Как Господь Понимает Мы Понимаем Значит Мы Обрекаем Себя На Уныние Вражду Войны Обиды Злоба Если Примем Как Он Понимает Так Примем Жизнь Мы Да Может быть Будем Менее Успешны С точки Зрения Человеческого Бизнеса Власти Но Будем Успешны Все равно С точки Зрения Людей Потому Что Они будут Стремиться К тому Кто Умеет Любить Кто Знает Внутреннюю Правду Кто Умеет Владеть С собой Он Будет Стремиться К тому Кто Добрый И Щедр И Кто На Самом Деле Умеет Уважать И Человека Другого И Себя Вот Как Определяется Христом Жизнь И Он 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 Кто Кто Хочет Идти За Мною Это Для Понимания Христианства Отвергнись Себя Возьми Крест Свой Следуй За Мною То есть Мы Об этом Говорили Не раз Но Краткая Заключительная Мысль Всю Жизнь Все Труды Все Испытания Неси С Чувством Присутствия Бога Неси Не с Проклятием А с Надеждой С Благодарностью Неси С Мужеством Оставаясь Человеком В этих Труднейших Условиях Жизни И Ты Тогда Последуешь За Христом Если Будешь Уподобляться Ему Который Принял Тяжелейший Крест Отверженности Униженности Непонимания Неузнанности Отказа От славы Но зато Был И остается Самой Любовью И источником Любви Вот что Следовать Значит Следовать За Иисусом И быть Христианином Христианин Не тот Который Называется Христианин Крестился И посещает Церковь По праздникам Или даже Раз в неделю Христианин Тот Кто Живет В духе Истине Христа И следует За ним Как ученик Как друг Не просто Как ученик Как друг То есть Тот Кто добровольно Взял Его дух И понимание Смысл Жизни Вот только Тот Христианин Отсюда И призыв Кто хочет Таким Быть Мудрым И любящим Счастливым И верным Жить красотой А не уродством Для нас Господь говорит Я всегда Жду вас Аминь Христос Воскресе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова